всех приветствую сегодня хочу показать вам каким образом я делаю проекты japon сетей в частном секторе это не будет обучающим видео это просто такой обзор софта и методов каким образом я работаю и что делаю как у меня получается я не используюсь каким-то специализированным софтом для проектирования я делаю все это вручную векторных редакторах для проектно-исследовательских работ я использую различные картографические сервисы там google яндекс но использую их не на не на сайтах на которых они доступны в специальной программе которая называется сас планета чем интересна эта программа эта программа позволяет в одном окне включать различные ну включать различные слои от различных сервисов в том числе делать наложение друг на друга различных карт вот допустим смотрите будем рассматривать на примере конкретного поселка как я делал проект вот включаем спутник он тут более такой контрастный что ли возможно даже карта по свежей не знаю этот поселок давно начал строиться но заглох что-то тут у них не движется поэтому я тут наверное не смогу понять какая из этих карт более свежая но нам это не нужно вот смотрите я поверх могу допустим включить кадастровые границы и что мне это дает в тех местах где у нас нет домиков я вижу каким образом попили на земля я могу при проектировании применять эту информацию для расстановки запасов оптических мофт также эта программа позволяет ответь и тут можно выделить определенную область допустим вообще большую вот так вот выделяем копируем соединяем все эти вот маленькие кусочки из которых состоит подложка получаем большой файл и заносим его векторный редактор ну можно это делать тем методом которым я сейчас сказал но я делаю по-другому сейчас я вот ну допустим не буду выключать я использую софтинку для снимания скриншотов не так удобно и допустим он давайте сейчас покажу что тут у нас где он какой участочек ну вот поле да допустим как у нас получилось где то вот таким вот образом я все это склеиваю вручную чисто визуально подглядывая все это сейчас я стараться не буду это делать это только время ну вот поймал видите я его включаю вверх-вниз вверх-вниз и он практически там на долю миллиметра катается и вот таким образом я делаю полную картину нужного мне места почему я делаю так они делают через склеивание той программой ну потому что так быстрее и с учетом того что у меня справа стоит монитор 4к я могу при определенном зумировании а я использую зумирование 19 я могу большую площадь занести но к примеру я вам сейчас покажу почему это важно вот допустим открываю на весь на весь экран вот эту служебные все эти информации рейки вот эти я не закидываю вот я допустим выделяю сейчас отдалим вот у меня вот такая площадь отображается на full hd мониторе вот я сейчас уберу вправо и сделаю это на 4к мониторе вы увидите насколько будет отличаться видите да какая площадь то есть масштаб 1 я могу все это соединить вместе склеить ну площадь отображения гораздо больше поэтому мне гораздо быстрее вот так вот через принт-скрин понаделать кусочка все это соединить чем заморачиваться все это через файлы потом портировать control copy control в общем что получается делаю я себе подложку вот я ее включаю получается у меня ну тут я гораздо больше там для большего проекта конкретно вот мы сейчас будем рассматривать вот эту деревню получается вот такая вот у меня область дальше я начинаю наносить на нее опоры каким образом мы это делаем конечно стараемся по возможности выезжать на место с видеорегистратором с телефоном с бумагой выделяем на месте то есть наносим делаем распечатку на бумаге и наносим уже на месте эти опоры классифицируя их различными карандашами там рисуем где 0 4 где 10 киловольт и в итоге получается у меня сетка опор давайте я сейчас включу покажу что у меня получается конкретно для этой деревни получается у меня вот такая вот штука вот сейчас уберу фон получается вот такая у меня сетка из опор имея вот эту информацию я уже могу приступить к планированию размещение будущих волс на опорах делать структуру сети то естественно можно вот по периметру до кабель прокинуть и здесь несколько лучей сделать и абонентов раскидать вывести их в единую точку тем более если мы используем не изернета japon но всегда есть вариант наиболее оптимальный для меня сейчас я вот включу опять где у меня подложка для меня наиболее оптимально выводить вот в эту точку потому что сюда кабель будет приходить и тут он будет уходить на соседние деревни и я начинаю накидывать линии смотреть как у меня будет все это волса располагаться сейчас я покажу как мне получится вот чтобы было видно давайте опять фон уберу вот у меня получается вот такая вот вот такая вот штука то есть вот улицы которые которые отдельные там которые тупиковые они у меня уходят отводами и основная магистраль пошла вот сюда и отводы на улице получается таким вот образом потом я начинаю смотреть ну каким образом у меня расположена география участков для чего это делаю для размещения оптических муфт естественно муфты будут располагаться там где у нас будут стыки различных кабелей я от этого отталкиваюсь а также я смотрю чтобы у меня на одну муфту не уходило более 8 участков на подключение меньше можно но в данном случае у меня получилось здесь около 40 муфта участков около 200 то есть получается в среднем где-то 5 но тут получается четырех до восьми участков будет на муфту в идеале конечно это когда если когда-то там купят всю землю а то может там эти пустыри 20 лет будут существовать вот но теоретическая возможность остается подключить на любую из муфт которую я планирую все эти участки как это будет выглядеть давайте опять фон включу и это у меня будет выглядеть вот таким образом хоп муфты появились что делаю дальше дальше я эти муфты начинаю маркировать то есть вот у меня если так приглядеться видно это м 0 это у меня корневая неважно как я называю просто я ее называю так чтобы она выделялась в эту сторону у меня пошла волс я ее назвал б тут муфта b1 b2 b3 прямо пошла у меня муфта ой волс с названием а причем смотрите как тут есть один интересный момент каким я образом маркирую их вот прямо у меня по основной магистрали это у меня идет основная нумерация 1а 2 отводы я маркирую ведь как 1112 здесь у меня а 21 для чего это делаю покажу чуть дальше здесь у меня отдельная волос получилось в и каким образом я маркирую то есть тут придерживаясь определенных правил когда я делаю допустим прямо основная это у меня а от вот вверх это у меня бы от вот вниз это вы делаю я слева направо сети всегда то есть в данном случае получается у меня географически что узел справа до идем мы вниз и левее но заношу я схемы делаю как будто бы я располагаюсь вот стою здесь смотрю вот сюда на узел и по правую сторону у меня пошли волос то есть ну как правильно слева направо мы читаем пишем таким образом я и размещаю все свои схемы неважно как они на карте географически расположены так что у меня получается так маркирую я их и начинаю потом делать начинаю потом делать структурную схему сейчас откроется покажу что это такое так давайте сперва вот вот таким образом у меня получается но начинаю делать ну тут можно сначала можно с конца неважно получается у меня вот таким образом а сейчас буду показывать вот она а и отводы 1 на 2 выглядит это вот таким образом отвод потом ветка у меня пошла 2 муфта вот от нее выделяя разными цветами чтобы было видно группы муфт которые от воды что было понятно откуда куда уходит третье четвертое потом получается мне там пятая шестая муфты они без отводов можно посмотреть вот пятая шестая на 7 5 от вот причем смотрите видите от воды у меня все идут если я иду слева направо от воды идут вниз поэтому я их на схемах располагаю всегда вниз то есть я придерживаюсь география ну поворота всех этих волос но делаю всегда повторяю слева направо и вот доходит в общем линия до конца также я делаю ветку бы она простая и также делаю ветку в там всего лишь один отвод получается вот здесь у меня получается основное направление пошло на эту улицу а это отвод получилась вот такая вот схемка дальше теперь самое важное начинается так как я делаю проект джипон сети ну джипон япон сейчас неважно то я все схемы начинаю чертить с конца самый последний муфт и у меня получается вот таким образом хотя тут наверно мне надо объяснить почему я почему и как делаю потому что это сразу всегда вопросы задают конкретно в данном проекте я делал проект под под япон сеть не под джипона под япон с таким расчетом что у меня один порт головного оборудования будет обслуживать максимальное количество 64 абонент ну понятно япон 64 может джипон 128 и для того чтобы меня максимально возможно было с каждой муфты подключить максимальное количество домов и установить в каждую муфту делители для этого соответствующего тут номер 8 я делал на каждую ветку не более на каждое волокно не более 8 муфт вот смотрите раз два три 4 5 6 7 8 то есть 8 на 8 вся 4 получается это у нас максимальная возможность работы на одном порту дальше я тут немножечко заморочился я так у себя на сети редко где делаю но тут я посчитал что я почитал обычно я вот где-то на форуме написал уже почему и как я делаю как я считаю я на одну ветку всегда в частном секторе когда делаю я делаю превышение количество ну домов на один порт то есть порт может обслужить все четыре дома а я на этот порт завожу допустим там 90 почему потому что частном секторе проникновение услуг вряд ли будет стопроцентное всегда есть люди которые не подключаются там дома разрушены но для того чтобы у меня была возможность включить любой дом и сети то есть обеспечить стопроцентное покрытие ну я делаю такую возможность то есть меня получается по 11 муфт я делаю на япон порт там есть возможность каждой муфте включить 8 домов вот но тут расширяется география если когда-то вдруг где-то у меня количество абонентов упрется я естественно переиграю там переведу на какую-то соседнюю линию часть абонента в общем это не сложно но поселок я делал из расчета стопроцентное покрытие и что есть вероятность что там на каких-то ветках будет полное включение так и что тут у меня получается я для этого рассчитал чтобы у меня дерево так как я строю шины они звездой туши не всегда у нас получается уровне сигнала на абонентском оборудовании они различаются для того чтобы это подбить под единые какие-то значения чтобы не сильно у меня был развал а то может быть так что первое оборудование будет сигнал минус 10 а в конце там ветки будет а минус 25 вот чтоб такого не было я подбирал специально делители в бытешные и в том месте где к ним будет привариваться пелси который вот один на 8 я решил тут добавить атонуацию на сварке то есть это взрослые сварочные аппараты которые могут вносить затухание в сварку вот я тут под рассчитал у меня получается в классической схеме самое большое затухание это на дальнем на самой дальней муфте вот минус 5 и 3 децибела получается и под это значение я подвел атонуацию затухание на каждой предыдущей муфте вот тут можно посмотреть как это получилось минус 5 и 3 вот тут у меня получается минус 4 6 добавить тут атонуацию 07 децибел тут 1 9 2 и 6 2 и 9 1 7 тут единичка в итоге у нас получается уровень сигнала на шине затухание везде ну практически одинаковая ну соответственно часть сигнала будет уходить вот здесь вот на сварках то есть это тоже можно все высчитать но в данном случае мне это не нужно если будет потребность просто потом здесь где-то до варится то есть когда линия будет вот это вся собрана делители поставлены можно будет вот здесь в этих местах добавить эту нюансу посчитать уже из фактической картин так ладно возвращаемся к нашим схемам и вот мне получается вот такая вот картинка использую ну решили так для себя использовать на всех магистралях отводах магистрали маленькие имеется виду распределительной сели сети кабель с минимальным количеством волокон равным двум то есть тут можно конечно все на единичке строить но мы решили что чтобы там допустим ассортимент не держать различные барабаны вот двушку цена не сильно отличается мы ее и кабанетом затягиваем и по улицам тянет это в некоторых местах нас выручает вот тут в данном случае я всегда оставляю первое волокно транзитное резервное скажем так если она получается вытягивать его куда-то там на узел хорошо если нет я его в любом случае провариваю во всех муфтах предыдущих от конца но мы его никогда не держим ну в обрыве допустим куда-то она выходит чисто резерв такой стратегический вот смотрите как получается последняя муфта у нас 8 абонентов и у нас в каждой по 8 там делителя нет здесь 50 на 50 здесь 35 65 30 70 25 75 20 80 15 85 10 90 все на этом волокне у меня оптический бюджет еще естественно большой но достигнут предел максимальное количество абонентов на япон порту дальше начинается другое волокно я его начал отсюда видимо а ну тут смотрите тут у меня тут 8 муфт получилось а здесь у меня 7 поэтому чтобы картинка у меня была одинаковая объясню для чего это делал я не стал размещать здесь последнюю муфту начал с 1 получилось 7 дальше у меня идет так это у меня раз два три 4 5 6 7 да вот это у меня 1 тут использую ну коричневого волокна не важно какие вы волокна где используете главное все это дело записать так тут у меня доходит сюда и тут я начинаю использовать опять новое волокно здесь я уже использую ведь как под 8 делаю но здесь когда я подошел к этой муфте я здесь завернул то есть у меня получается начинается так раз два три 4 потом волокно идет сюда вот 5 6 7 и вот это вот восьмое волокно ну вот таким вот образом в общем таким ну нехитрым образом все это дело расставляется вот здесь я применил классическую схему на пелси делителя чтобы все это было у меня равномерно ну чтоб тут не подгадывать не гадать все эти уровни не выстраивать на двух волокнах у меня получилось классическая звезда смотрите получается допустим с корневой муфты выходит на первом волокне ставлю 12 здесь получается одно волокно здесь делитель второй хвост здесь второе волокно прошло здесь делитель здесь то есть у меня получается в корне будет стоять здесь делитель 1 на 2 на 2 волокна выходить и здесь будет каждое волокно делиться на 2 еще и того получается у меня ну такая равнобедренное дерево получилось сигнал здесь я опять-таки сделал все на пелси для чего я делал вот в этом случае я делал один уровень сигнала везде потому что абоненты будут включаться не все сразу и не хочется занимать под каждое вот это волокно на котором группа делителей занимать порт ну чтобы как бы немножко сэкономить на старте поэтому сюда приходит у меня четыре волокна все четыре волокна я могу посадить на один не порт под япон порт потом соответствие когда количество абонентов будет увеличиваться я и буду разносить каждое волокно там на свой порт ну и в итоге тут получается мне двумя портами можно весь этот поселок на весь этот поселок подать сигнал два порта куда-то использовать допустим перспективе на какие-то еще деревни теперь смотрите для чего я вот все это делаю рисую смотрю я смотрю где сколько волокон мне нужно кабель вот в данном случае я делал на двушках вот смуфты а7 у меня появилась нужда использовать кабель 4 волокна ну вот я его тут так и разношу вот смотрите пометил тут у меня двушки пришли отсюда пошла четверка ну это общем получается так а что мы тут делаем еще еще же тут у меня что то есть сейчас покажу маркировку волос я потом использую естественно я делаю маркировку обозначения на карте для чего ну для того чтобы было видно чтобы не было там возможно ошибиться допустим понять когда схему смотрят строители какой где кабель тянуть помимо цветовой кодировки а могут распечатать это на черно-белом принтере эту схему тогда непонятно тут я делаю и обычно возле каждой муфты справа слева я обязательно указываю какой кабель какой волоконность как тут происходит магистраль я тут подвел предположительно отсюда будет ну пока ее не маркировал то есть пока делаю чисто проект поселка пытаюсь посчитать во сколько вся эта стройка денег обойдется там люди уже не знаю несколько лет все хотят построить себе там уже два поколения вай фай них сменилась там 3g там еще какие-то в общем траты 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 я вот там год назад говорил что то у вас траты будут до тех пор пока вы там не сделаете себе оптическую сеть так вы будете прыгать с одного вай фай на другой но сейчас вроде там организовалась группа и готовы продолжать наши переговоры о строительстве сети поэтому я тут возобновил все проектные скажем так работы подсчеты и как раз получилось вот снять такое небольшое видео еще раз говорю не обучающие ни в коем случае просто показал как это делаю я в сети полно различных видео о том как делают там украине ребята делают у нас там пару человек тоже видео сняли свои показывают как они кто-то делает это программа юзер сайт проектирует кто-то вообще видео там делает делают автоматизацию я автоматизацию не делаю пон сети они достаточно простые их можно вот таким образом грубо говоря на коленке зачерчивать тут у меня получается вот эти рамки они стандартные листы а4 то есть чтобы его распечатать просто выделяется ну либо это все это импортируется в pdf и на телефоне собой носится все очень удобно смотреть либо так же вот я выделяю на компьютере в telegram ребятам отправляю по факту на каждой муфте что там какая у нас все промаркировано схемы видно поэтому мы не теряемся а легко ориентируемся своих схемах на своих сетях ну чего и вам желаю может быть кто-то посмотрит что-то решит добавить я с удовольствием выслушаю ваши предложения возможно пригодится все всем пока